Всем привет, с вами Вирджил и Димаус. Сегодня мы поговорим о том, без чего не могли представить свою жизнь компьютерные игроки в 90-е и нулевые. Я думаю, что многие из вас это видели и этим пользовались. Но начнем сначала. Наверное, все вы знаете, что до появления общедоступного доступа в интернет, большая часть разумного человечества черпала для себя нужные данные из печатной прессы, газет и журналов. Игры не стали исключением. В условных 120 страницах можно было разместить массу всего, что нельзя было показать в ограниченном телеэфире. Несколько полос почти свежих новостей, десятки превью, обзоров, интервью, каких-то авторских колонок, размышлений и, конечно же, скриншотов с поясняющими надписями. Не говоря про рекламу, которая в некоторых изданиях встречалась почти на каждом листе. Но с играми дело такое, что это вещи интерактивные, на них неплохо бы посмотреть самому, сколь бы неизящно все это было описано на страницах изданий. И у многих читающих было на чем это сделать. Демо-версии или просто превью, а также какие-то трейлеры и другие видео были доступны уже с конца 80-х. Вон, Nintendo или Sierra давали возможность приобрести у них видеокассету с нарезкой из популярных игр и новинок. Но это было за дополнительную плату, и надо было знать, куда идти и кому писать. Но некоторые печатные издания уже к тому моменту стали комплектовать часть тиража приложением с носителем информации. На тот момент было два доступных варианта. Это дискеты или кассеты. Например, для 8-битных компьютеров вроде Spectrum и Commodore 64 вовсю использовались дешевые и медленные компакт-кассеты для хранения данных. То есть, по факту использовался аналоговый носитель, чтобы на нем сохранять цифровые данные. А компьютер потом пытался их считать и преобразовать. А для ПК, Амиги и Atari ST, да и многих других платформ, выбор был за дискетами. Очевидной проблемой и того и другого формата был недостаток места. Для дискет на ПК это было максимум 1,44 мегабайта. Ну, конечно, вы могли еще сжимать данные. То есть, получать, скажем, двойной-тройной объем. Но все это были все равно гроши по сравнению с тем, что нового появлялось за месяц. Конечно же, думаю, что приходилось выбирать, что именно попадет на эту жалкую дискету. Скажем, какой-то демо или даже пара, несколько мелких утилит, каких-то нужных программ или же информация в текстовом виде. Но проблема была в том, что игры росли в размере и тут приходилось что-то выбирать. Как вы знаете, в конце 80-х появился CD-ROM. И медленно, но верно попал в зрение общественности где-то к 94-му году. Чуть ранее стали появляться приставки на базе компакт-диска, 3DO, Sega CD, Philips CD-i, Amiga CD-32. А первой стала PC Engine CD, еще в конце 80-х. Но на ПК это был отдельный аксессуар, который людям надо было продать. И в смысле, заставить их совершить обмен денег на товар в магазине. Но и также убедить, что дополнительное приобретение для их уже недешевого компьютера стоит этого обмена. Надо было сделать так, чтобы люди видели, что ему есть применение. И в 93-м году появились игры вроде Myst, 7th Guest, Star Wars, Rebel Assault, Mega Race и другие. Они помогали продавать CD-ROM. Не буду вдаваться в подробности, у нас был эпизод на тему мультимедиа и вообще того времени. Но в том же 93-м году крупные компании, та же Sierra, стали предлагать собственные демо-диски, где было несколько десятков демо-версий. Но опять же, их надо было либо заказывать по каталогу, либо искать в магазинах за дополнительную плату. Именно в это время первые журналы стали комплектоваться компакт-дисками. И можно авторитетно сказать, что и тогда их было чем забить под завязку. Было бы лишь желание. В США и Европе в то время уже были десятки изданий, как для консолей, так и для ПК, даже для альтернативных компьютеров. В Японии же прессы тоже хватало. Первыми журналами с приложением в виде CD-ROM стали вероятно издания, посвященные в целом теме мультимедиа. Какое-то недолгое время это был отдельный сектор, и там тоже были игры, разные энциклопедии, интерактивные издания, музеи на диске и тому подобные вещи. Все, что объединяло звук, видео и интерактивность на экране вашего ПК. Журналы с демо-дисками для консольных систем с CD-ROM начали появляться где-то в 93-м году. Точно можно сказать, что выходили диски для PC Engine, Amiga CD32 и 3DO. Ну понятно, что для консолей все было куда проще. Там есть условное меню, и пункты этого меню запускали отдельные демо-версии или видеоролики. Диски в том виде, в котором мы знаем, стали появляться уже в начале 94-го года. И нельзя с уверенностью сказать, кто же здесь был первым. И уже к апрелю-маю 94-го года те, кто читал журналы, уже могли каждый месяц рассчитывать на свежие демо, какие-то исправления к играм и что-то еще. Нам удалось найти диск немецкого игрового издания PC Player, который имеет самый первый номер за 94-й год. И, вероятно, он был выпущен одним из первых. В Германии вообще тема компьютерных игр доминировала над консольной. Там до сих пор полно компаний, которые делают чисто компьютерные жанры. Квесты, симуляторы, менеджеры, РТС. Поэтому не стоит удивляться. На этом диске последняя дата изменения файлов это 11 ноября 1993 года. То есть его подготовили даже за годи. На нем записано где-то 150 демо-версий. Есть многие игры 93-го года и что-то более раннее. Плюс несколько шервер-релизов. Например, Катакомп Абис и Командер Кин 4. Также на диске есть патчи, несколько программ подосы под Windows и папка с видео. В ней мы можем видеть один трейлер видеоквеста Critical Path, а остальное это фрагменты немецкой передачи про видеоигры под названием Digged, которая для своего времени выглядит вполне профессионально. Сделано все не так плохо и уж точно лучше, чем у многих начинающих видеоблогеров. Они уже работали с хромакеем, зеленым экраном или какого он цвета был в Германии. Съемка ведется с цветным освещением, а звук пишется на две раздельные петлички. Там двое ведущих, кратко рассказываю про несколько интересных им игр. Например, Strike Commander от Origin и еще какой-то авиасимулятор. Ну, немцы что с ним взять. Сам диск оформлен в виде серии батфайлов, то есть вместо графического меню здесь просто выводится список, вы печатаете номер на экране и соответствующий файл запускается с командной строки, с настройками или без них. В качестве другого примера мы решили взять журнал, появившийся чуть позже. Это тоже немецкое издание под названием PowerPlay. Диск датируется мартом 1994 года, то есть наполнение его создавалось в феврале этого года. Здесь в принципе похожий состав, тоже меню из батников, только немного более продуманное и простое. Всего здесь 18 демо-версий, все они более свежие, чем на предыдущем диске. Кстати, в то время под видом демо-версий иногда находились просто наборы скриншотов или экранов с анимацией из игры. Ну, все остальное понятно, это патчи и немного утилит. Своего видео здесь не было, зато было фото. Авторы из журнала посетили знаменитую выставку CES и на диске можно найти фоторепортаж с нее, например, увидеть шлем виртуальной реальности VFX1 или же можно посмотреть, как Ричард Герриот презентует восьмую ультиму. Кстати, наполнители диска не поленились приложить сканы фотографий в формате TIFF 1500 пикселей на сторону, что в начале 1994 года было огромным. Ну, давайте следующим посмотрим на диск CD-ROM Today. Вот буквально капсула времени своей эпохи. Журнал, посвященный конкретно теме CD-ROM. Впрочем, всякой узкоспециализированной макулатуры хватало во все времена. Ради интереса зайдите в ближайшее почтовое отделение и посмотрите там каталог подписных изданий. Но что же было на диске? Во-первых, здесь был графический интерфейс и он запускался только на Windows. Windows 3.1 на то время. Сделано вполне неплохо, ну, хоть я и не фанат этих стандартных меню справки со стандартными шрифтами и выпадающими менюшками. Но все-таки, на диске есть видеозапись от редакции, есть демо-версии игр, почти все из которых не работают из-под Windows. Это демо-сиди игр, которые занимали много места, вроде Lens of Lore, Return to Zorg. И не надо объяснять, что скачать такой объем данных в то время практически не представлялось возможным. Также на нем есть свежая версия Doom'а и уровни к нему. На диске есть демо-версии коммерческих программ и бесплатные утилиты. Наверное, кто-то из вас слышал про PaintShop Pro. И тут можно оценить версию 2.0. На диске есть гайды по пользованию интернетом, ведь тогда это было совсем новым явлением, а не массовым. При этом некоторые уже успели несколько устареть даже на тот момент, поскольку не рассматривают использование 3W. То есть веб-сайтов и браузеров, их еще не было годом с небольшим ранее. Были подключения через Телнет, FTP, e-mail. К ним здесь вообще много всякой документации. Также есть книги, которые находятся в общественном доступе. Например, Дракула или какой-то набор свидетелей прилета НЛО. Хороший демо-диск, наверное, первый графический интерфейс, который похож на то, с чего начинал лично я. Мне только не понравилось отсутствие скриншотов и невозможность установить программы из этого меню. Про следующий журнал, я думаю, вы все слышали. Это PC Gamer. Создатели этого журнала также стали комплектовать свои издания компакт-диском, начиная где-то с октября 1994. Здесь они используют графический интерфейс под DOS, который будет похож на то, что встречалось позже, но вот разрешенец здесь маловато и работает он не так хорошо, как из-под Windows. И здесь понимаешь, что лучше уж стандартный интерфейс, чем медленный и неудобный, но красивый. Все демо-версии снабжены каким-то описанием от журналистов, и это, конечно, плюс. Есть по скриншоту на каждую демо-версию. Но в качестве контента здесь нет ничего поразительного. Это патчи, пяток демо-версий, ну и вады для дума. Интересным же показалось, что составители диска решили положить на него содержимое всех дискет, которые прилагались к выпускам журнала за 1994 год. То есть на тот момент за 9 месяцев. Объем там был порядка 40 с небольшим мегабайт. Мы не зря сказали раньше, что редакции приходилось очень хорошо думать над тем, что записывать на эти дискеты. А теперь необходимость в этом отпала. Для разнообразия, вот еще один диск 1994 года, французский журнал Joystick. Очень базовое наполнение, всего 5 демо-версий и, кажется, одна полная. Это лемминги. Есть простейшее меню, буквально позволяющий запустить каждую из них, и все. Пожалуй, из интересного, здесь только включенная на диск программа для использования национальной сети Minitel. Такой прото-интернет-сервис во Франции. И, наконец, давайте взглянем на первый российский журнал с диском. Я думаю, вы не догадаетесь, как он назывался. На самом деле, у нас такие журналы с дисками стали появляться где-то к 1998 году, а тут журнал середины 1995. Издание называлось Компас или Комп-Ас, то есть Компьютерный Ас. Журнал выходил не очень долго. Мы нашли лишь подборку за неполный 1995 год. Это был журнал, посвященный именно компьютерным играм. Первый российский журнал, где приложили к части тиража компакт-диск. И главный редактор так торопился поведать всему миру о своем достижении, что написал слово «Россия» с одной буквы «С». В целом же, журнал вполне читаемый, не совсем профессиональный. Некоторые авторы еще не понимали различия между рецензией и прохождением. Но, опять же, в целом, все это можно читать и сегодня. Но дизайн и верстка, конечно же, ужасные. Внутри вас ждал довольно стандартный набор. Это несколько текущих демо-версий. Например, свежая игра Bioforge. Набор уровней к Думу, Еретику, Вульфу и прочим шутером. И целый ряд материалов от российских разработчиков. Компании Дока, Мэддекс Геймс. Тот самый Олег Мэддекс, что потом сделал два. Игры от компании Никита. Все они были на русском языке. Конечно, тогда это было в новинку. Видеть какие-то крупные проекты своей страны. Не только логические игры типа «Цветных линий» или «Поле чудес». А «Стратегии» или «Квесты». И на диске как раз было несколько из них. Проблема в том, что графический интерфейс диска сделан кривоватый. То ли он имеет проблемы с фиксацией нажатий. То ли просто зависает. И пользоваться им довольно проблематично. Лучше просто просматривать файлы из проводника. Вот. Ну и, наверное, последний диск журнала, который мы сегодня хотим сказать. Это довольно известный журнал «Компьютер Гейминг Ворлд». Который выходил в 90-е нулевые. Журнал был полностью посвящен компьютерным играм. То есть он был такой хардкорный журнал про ПК. В 95-м году для него появился диск. И он запускался также на Windows. Там был такой достаточно опрятанный уже графический интерфейс. В качестве бонуса они решили приложить обращение от своих авторов. От редакторов. То есть они отвечают на какие-то вопросы. И записи идут в качестве аудиофайлов. В остальном здесь нет ничего особенного. Это, опять же, набор демо-версий. Правда, есть несколько специальных презентаций. Которые они положили на этот диск. Например, как кто-то пытается набрать команду мечты в футбольном симуляторе. Кто-то пытается играть в гольф. И тому подобные вещи. Но в целом, наверное, вот этот диск. В 95-го года показывает, как будут выглядеть практически все подобные издания в будущем. Ну и давай тогда поговорим о том, какие первые диски подобные видели мы. Журналами или чем-то еще. Я вот пытался вспомнить, какие я покупал. Скорее всего, это был Game.exe. Там действительно были неплохие подборки. Демо-версии, бесплатные игры были довольно занятные. Мне кажется, вот была такая игра Clunks. Бесплатная песочница с видом сбоку. Которая как раз выходила на приложение к журналу. Ну, давно это было. Больше 20 лет назад уже не помню. Надо помнить. Просто тоже у нас подкаст тогда будет. Просто только про новые игры рассказывать. Ну да. Нет, надо было найти их, конечно, эти диски где-то посмотреть. Может быть, они где-то у родителей еще лежат. Ну, я свои диски, кстати, не выбрасывал. Ну, я в основном тоже не выбрасываю. Только найти надо. Потому что тогда это был не раз посмотрел и выкручил. А как бы пополнение своей библиотеки. Пусть и демо-версии чего-то еще. Каких-то полезных программ. Все-таки пока не было интернета. Вот на самом деле у меня интернет-то уже был. По карточкам. Либо там в институте или в школе еще на уроках информатики. Где-то с конца 90-х. Так что у меня не было так простой необходимости ждать те журналы и с них смотреть что-то. Ну, если тебе позволяли выскачивать по нескольку сотен мегабайт. Ну, где-то так, да. В месяц, наверное, несколько сотен выходило. Вот. Ну, у меня первый, я помню, диск с журналом, который я купил, это было в конце 2000 года. Это был журнал Mega Game. Mega Game. Там буква M на конце. Чуть позже пошел Game.exe. Тоже в конце 2000-го у меня первый номер. Кстати, я помню, что один из первых дисков. Это был такой ретро номер. То есть там была стилизация под дискету 5-дюймовую на диске напечатанная. И там было много демо-версий старых игр. На тот момент, конечно, понятия о технологиях и дизайне сильно продвинулись. У тех дисков было такое приятное оформление. Менюшки были симпатичные. Программы запускались на полный экран. Там были эффекты. Там был встроенный MP3-проигрыватель. Какая-то музыка. Иногда были трейлеры. Какие-то бонусные материалы по материалам выпуска. Но большая часть, конечно, занимали демо-версии. Которые к данным моменту уже люди начали сжимать. Потому что места, естественно, на данном нежатом виде не хватало. Там были скриншоты. Иногда обои. В общем, в случае Game.exe это была как бы пристройка к журналу. Потому что там также был такой несколько витиеватый, остроумный стиль описания игр. Шевер-программ. Который тоже ушел вместе с ним. Собственно, цель этого выпуска небольшого нашего видео была показать, что жизнь началась гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Что, допустим, видеоролики стали публиковать где-то в середине нулевых. Видеомания, навигатор игрового мира и тому подобное издание. На самом деле, как видите, они публиковались с самого начала. Просто было это с каким-то совершенно безобразным сжатием. Да, надо сказать, что действительно видеоролики в то время, в конце 90-х, это были буквально пару минут в ужасном качестве, в маленьком разрешении. Потому что технологии сжатия были еще совсем зачаточные. Вот такой вот небольшой рассказ про срез пласта истории. Надеемся, вам понравилось. Напишите, какие диски или какие приложения к журналам впервые видели вы. Ну, а с вами были Virgil и Dimaus. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал Dimaus